Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моём канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на завтра. Что ж посоветуют нам Таро на следующий день. Первое, что хочу сказать, уберите волнение и переживание. Вы знаете, я снимаю уже каждый день, и вот последняя неделя, можно сказать, часто выпадает это как-то. И говорит это о том, что вы излишне переживаете, что вы слишком углубляетесь в негативные мысли. И, соответственно, вы и притягиваете то, о чём вы думаете. Ваше состояние – это ваши мысли. Поэтому переживания в любом случае не помогают. Да, я знаю, что мы очень часто волнуемся. Особенно если происходит что-то, что нам не нравится, и что нас волнует, и чего мы боимся. Ведь мы же притягиваем свои страхи, мы притягиваем то, чего мы боимся. Нам кажется, что мы этого боимся, и мы не хотим этого, но мы концентрируемся на этом. И, соответственно, мы это притягиваем. Поэтому убирайте волнение, убирайте именно эту тревогу. Тут ещё для тех, у кого есть именно такие симптомы, вот эта постоянная неконтролируемая тревога, это обязательно. Ну, смотрите, к врачу, да. Но тут ещё обязательно надо брать тревогу под контроль. Вы можете это контролировать. Я сама страдала этим, и знаю, что это такое, и точно знаю, что это можно контролировать, и от этого можно избавиться. Ведь когда мы под постоянным страсям, у нас вырабатывается адреналин, но мы его никуда не деваем. Это же, знаете, как вообще-то наш организм. Беги, бей, обороняйся. Это же было испокон веков. И, соответственно, сейчас что происходит, когда мы под стрессом, у нас вырабатывается большое количество адреналина, который никуда не девается, остаётся в организме, и он начинает давать такие симптомы. Я, конечно же, не врач, просто сама через это проходила когда-то, и знаю. Поэтому будьте осторожны. Старайтесь всё-таки смотреть на вещи с разных сторон. Давайте посмотрим, что же ещё посоветуют нам второго на завтра. Вы знаете, это будет касаться каких-то планов, которые не получаются. Какие-то планы не будут получаться, что-то не будет получаться так, как вы запланировали. Смотрите, тут ярко идёт картинка, что вы считаете, что то, что вы запланировали, должно воплотиться именно одним определённым способом. К сожалению или к счастью, не знаю, как вы уже решите, не всегда это получается. Всё-таки у Вселенной, как говорят у Господа, у Вселенной свои планы на нас. Это не значит, что у нас не получится. Это значит, что, может быть, придёт это. Достичь этого нужно будет другим путём. Не уходите от своих планов, говорит эта карта. Даже если вам кажется, что ничего не получается, не отступайте. С разных сторон можете приостановиться, с разных сторон осмотреть ситуацию и подумать, именно проанализировать. Тут нужен анализ. И, соответственно, действовать уже, когда вы увидите всё в ясном свете. Потому что ещё по этой карте вас будут застилать эмоции, которые не дадут вам ясно видеть картину, ситуацию. Поэтому лучше не спешите и, соответственно, помните, что не всегда воплощение наших планов именно тем путём, который мы думаем. И ещё один совет. Вот эта карта и говорит, что грёзы, желания, всё это здорово. Но первое, что, если говорить о полном раскладе сейчас, первое, что я вижу, вы всё-таки хотите придерживаться определённого плана, определённого сценария, а у вас это не получается. И многие ваши желания и цели остаются на уровне желаний и целей. Они не воплощаются в жизнь. Не могут. И тут у вас, говорю, будет вот это расстройство, вот это разочарование по той простой причине, что, может быть, не так легко, как вам казалось, будет то, что будет происходить. Ну и, конечно, вам надо будет отходить от вашего сценария и идти по сценарию Вселенной.